Я бы хотел поговорить об элите. Ничего более нет для меня мерзкого, чем само это слово, его нынешнее наполнение. Давайте так разберемся. Это слово вообще, это слово вообще отвратительно. У нас, в России, оно стало гиперотвратительным, потому что возникли элитные унитазы, элитные кресла и все прочее. Тут вся эта элита приобрела, во-первых, особо вульгарный, и во-вторых, особо высокомерный тип. Как никогда это соединение вульгарности с высокомерием, фирменное блюдо Латыниной, Быковой и многих других, оно особенно глубокое презрение, отвращение вызывает. Потому что здесь, в этом мерзком, холодном, жестоком, но разумном мире, западном или восточном, неважно, здесь там есть какие-то требования, есть какой-то стиль, здесь нет ничего. Это пародия, чудовищная пародия российская. Но значит ли это, что мы имеем право снять проблему элиты вообще с повестками? Сказать, что элита – это пакость, а потому нужно что? Простые люди должны что? Но они должны смести элиту и кого посадить себе на голову? Править самим, стать властью. Да? А как они ей станут, если они отчуждены от всего того, что позволяет им эту власть осуществлять? То есть, если все, что связано с осуществлением управления, неизбежно находится в руках у соответствующей касты, именующей себя элита, оно там взращивается, оно там воспитуется, оно там концентрируется, и тем самым оно отчуждается от тех простых людей, которые должны там ткать ткань, печь хлеб, выплавлять металл, делать все остальное, и которым мы, естественно, всем обязаны, и которые действительно являются солью Земли. Но как эта соль Земли возьмет в свои руки управление, в условиях, когда это управление является сложнейшей технологией, и в условиях, когда злые силы, которые хотят отнять у этой соли Земли возможность управлять, обладают потенциалом гораздо большим, чем эти простые люди, как они защитят себя? В этой связи и возникает два слова. Первое. Элита в кавычках, как элита мерзавцев, там, дельфинов и так далее. Элита без кавычек, как то, что изобрело человечество для того, чтобы управлять. И, наконец, контрэлита. Элита в кавычках – это наша пакость. Элита без кавычек – это, не знаю, английская аристократия, жестокая, холодная, как бы весьма специфически относящаяся к народу и так далее, и тем не менее фиктивная в чем-то. А контрэлита – это то, что необходимо создавать для того, чтобы дельфины не погубили страну и мир. В любом случае, и это четвертый термин, есть такой – элита служения. Почему-то элита должна служить народу. Почему-то она должна любить его. Почему-то она должна как бы исповедовать собственный эскетизм во имя того, что… во имя его счастья. И почему-то, говорю уже в пределе, она должна умирать за него. Чем же для этого должен быть народ? Уж никак не множеством корчившихся существ, жаждущих вожделения и не способны его насытить. Проблема сейчас заключается именно в том, что масса существ, которым можно сколь угодно сострадать, корчится от неудовлетворенного вожделения и ненавидит тех, кто его не может удовлетворить. А также готова преклониться перед теми, кто его удовлетворит. Вожделения эти очень просты. Они разбужены потребительским обществом. сейчас, когда уже один из главных преступников 20 века, Михаил Горбачев, начал говорить о Второй перестройке и обо всем прочем в России. Понятно же, что такое было. Первое. Были разбуженные вожделения, все низкие разбуженные вожделения. Вожделеющему субъекту, хомо-вожделеющему, было понятно, что такое капитализм. Это когда у каждого 600-й мерз, три ведака, и барышни в шубах, валяющиеся на заднем сиденье. Потом оказалось, что не хватает мерзов, ведаков и барышень. И что большая часть населения не получает ничего, кроме резкого ухудшения уровня жизни, потери способности воспроизводиться, то есть получать квартиры, получать правильную медицину, правильное образование, потери каналов вертикальной мобильности, потом потери возможности перелететь из Москвы в Владивосток и так далее. Разговоры о том, что зато она может ездить за границу, анекдотичны, потому что за границу может ездить не более 5% населения. Разговоры о том, что она зато получила какую-то информационную свободу, тоже анекдотичны. Не будем это даже обсуждать. Вопрос заключается в том, что эти 90% с точки зрения дельфинов должны дать себя съесть, для того, чтобы дельфины дальше продолжали более-менее жаровать, кайфовать. Они кайфуют. Несколько процентов населения. Максимум 3-4 миллиона людей. Они кайфуют. И они хотят, чтобы все остальные дали себя пожирать ради продления их кайфа. А люди не хотят. Но сами-то эти люди все еще пребывают в состоянии разбуженного вожделения. Как говорится, у меня спектакль разбуженный черной весны. Они же сами сначала аучут, аучут и аучут, а потом в момент, когда вихрь от его аучущего существования заворачивает их до конца, они начинают вопить стремление к самоуничтожению. Сначала эти олигархи, не глядя ни на что вокруг, и не замечая преступных своих деяний, и растаптывая окружающих, и называя себя суперсуществами, пожирают все, пожирают и пожирают, а потом, обезумев, они на каких-нибудь снегоходах, машинах или где-нибудь въезжая, летят на такой скорости, когда данное транспортное средство становится неуправляемым и куда-нибудь врезаются. Последняя фаза это уже не аучущее, вожделеющее существо, а существо стремящее сексамо-ликвидации, ликвидации всего вокруг. И это очень закономерно. Низ вожделеет, а суперниз это бездна, которая аучит смерть, которая истомлена своим вожделением, своей аучностью настолько, что она дальше двигаться не может. Значит, все-таки самое главное это как это вожделение избыть, не как его насытить, а как его избыть? Потому что конкуренция за его насыщение это тупик. Да, я понимаю, что когда речь уже не идет не о насыщении вожделения, а о хлебе насущном, а о плачущих от голода детях, то преступно говорить о том, что материальные потребности ничего не значат. Да, но ключевая эта проблема не в этом. Да, омерзительно, что людей довели до состояния унизительной бедности, но что люди делают в этом состоянии? Они же продолжают вожделеть. Я же рассказывал, как моя супруга зашла в очень такой специфический магазин, находящийся в совсем-совсем гибнущем поселке. Там тоже лежали все эти современные продукты, предметы вожделения простых людей. И она наблюдала, как женщина подошла, сказала, мне по записи чипса. Супруга сказала, зачем вам чипсы, у вас есть картошка, пожарьте ее на постном масле, будет лучше, тем более по записи. Да, но ребенок хочет. хочет чипсы. Вожделение разбужено. Вопрос не в том, что он голоден, вопрос в том, что он вожделеет. И примеров этого безумно много. Как только абсолютный ужас нищеты превратился в такую возможность какого-то прозябания за счет пенсии родителей и бабушек с дедушками, за счет чего угодно, сразу прекратили держать коров и все прочее, хотя деревенское существование осмыслено только в том случае, если ты можешь хотя бы есть свежие продукты, нормальные. Схватили генноизмененную гадость и сказали коровам и всему гудбай, потому что есть вожделение, потому что есть желание жить в определенном ключе, потому что никто не хочет послать на три буквы и начать жить по-другому. Никто взвалить на себя снова крест труда и этой жизни не хочет, а каждый день по телевизору рассказывают, что им не надо, а те, кто взваливают идиоты, а те, кто взвалив чего-то добьются, у них все будет отобрано и так далее, и тому подобное. Но ключ заключается в том, чтобы это вожделение не избыть, а как его избыть? Его, конечно, можно просто подавить. Моего друга, так сказать, отца арестовали в конце сороковых годов, и они бедствовали с матерью, и он говорил, мама, я хочу велосипед, мама говорила, хоти. Можно просто завернуть гальку употреблению, но, естественно, тогда ее надо заворачивать всем, нельзя завернуть ее одним и дать так жаровать олигархи. Но ведь не в этом же дело от того, что галька будет завернута просто грубо, ничего не изменится, вожделение приобретет другой характер. Значит, нужно включить какие-то такие механизмы в человеке, чтобы это все вожделение сгорело. И какое нам было дело, чем нас кормят в конце концов, если будущее глядело на меня с газетных столбцов под развернутым красным знаменем вышли мы на дорогу свою, и суровое наше сознание диктовало пути бытию. Есть такое счастье быть, а не иметь, при котором с жалостью смотрит человек, обладающий бытием, на того, кто жаждет это вожделеет даже на того, кто это вожделение насыщает. Я не буду здесь говорить о том, чем это кончится вожделение разбуженное для экологии, для всего прочего. Я повторяю, генная инженерия, нанотехнология, робототехника и искусственный интеллект уничтожат более надежно, чем экология, гораздо более беспощадно. хочу сказать об одном, об этом антропологическом возвышении человека. Не было бы этой необходимости, вот не была бы она сейчас вот так, вот как нож к горлу. Люди в возрасте 35-40 лет, ваши дети не доживут в этом человечестве свою жизнь. Услышьте меня. Это произойдет не где-то там в 22-м столетии, это произойдет скоро, к этому все идет. Значит, единственный способ это остановить, это вырвать супертехнологии из рук злодеев и правящего преступного уже посткапиталистического класса и обеспечить антропологическое восхождение, потому что только вырвав все эти средства из рук преступного класса ничего не добьешься. И, наконец, третье, простым людям надо передать все то, что отчуждает элита. Это и называется создать контр-элиту. Когнитариат – это пролетариат, овладевший суперуправленческими знаниями. Или, как говорил Богданов, интегральной наукой. только когда пролетариат ею овладеет по-настоящему, можно будет считать, что человечество спасено от отчуждения и элитаризации. В противном случае элитаризация произойдет. Если контр-элита не встанет на путь жертвенного служения и передачи знаний народу, то элитаризация произойдет, а в сочетании с технологиями она уничтожит человеческий род. Быстро. На это не понадобится сто лет. Самое страшное – это дожить до этого и это увидеть. Вот почему так важны некоторые вещи. Вот почему когда кто-то говорит, зачем у нас элита, мы как бы уж нам-то там в сути времени где-то еще элита не нужна. Контр-элита нужна. Элементарно. Даже если бы задача была всего лишь национальное освобождение, а эта задача актуальна и очевидна, нужна бы была национальная интеллигенция, а ее нет. Понимаете, что ее нет? Что интеллигенция предала народ. И как раз превратилась в эту самую элитную сволочь, в элиту в кавычках. Она предала свой народ. Она отдает его на растерзание капитал местному, и она отдает его на растерзание иноземцам. Но ведь у нас не встает сейчас задача только национального освобождения. Хотя уже для этой задачи, для того, чтобы выковать новую интеллигенцию, а в первом приближении задачи суть времени именно в этом новую, прежде всего гуманитарную интеллигенцию, которая сможет поднять народ. Даже для того, чтобы решить эту задачу, нужно перенапрячься. Нужно неистовое мобилизационное усилие. Это почти невозможное решение, а без него никуда не двинешься. но нужно еще нечто большее. Нужно действительно победить в стратегическом смысле. В противном случае мы как бы превращаемся то ли в лудитов, которые разрушали машины, то ли вы храните, которые по каждому поводу говорят, боже мой, боже мой, это не трогайте, это не трогайте, это не трогайте, это не трогайте. Расскажите, что делать? Поставьте проблему крупно. Машина родилась в мире конкуренции общественного антагонизма, пишет Богданов. Эту конкуренцию, этот антагонизм, она, как известно, обострила, удовела до крайности, но тем самым она обострила и усилила потребность развития. Для конкуренции становится необходимым непрерывное планомерное совершенствование техники в каждой данной ее области. Потребность эта удовлетворяется выработкой общих технических методов. Общие методы техники ведут к тому, что все машины шаг за шагом приближаются к высшему их типу, автоматическому механизму. Этот процесс не только прямо и непосредственно уменьшает значение специализации, увеличивая сходство различных форм труда, он имеет еще иное косвенное, но громадное значение для дела собирания человека. Итак, Богданов говорит о деле собирания знаний, о деле собирания человека и о деле полномерного развития. Ради чего? Ради совершения антропологической революции, которой есть коммунизм. Наука в своей основе есть систематизация техники. Ее материалом является труд, который есть опыт и опыт, который есть труд. Общие технические методы она выражает и отражает в общих методах познания. Она становится монистичной. Магдана верил в это. Наука не стала монистичной, но ее пытались сделать таковой. Всеобщий научный закон сохранения и превращения энергии есть именно всеобщий технический принцип машинного производства. Он выражает собой тот основной факт такого человеческого труда, что работа необходимо подчеркивается из какого-нибудь наличного запаса сил. А дополняющий собой закон энергии, всеобщий ограничительный закон энтропии отражает собой всеобщую ограниченность человеческой техники. Наличный запас энергии никогда не может быть всецело, полностью использован человеком. Все это принадлежит своему времени. Все эти вещи уже давно перешли на новый этап. Говорить о всеобщем царстве энтропии уже невозможно, да и с энергией, в эпоху синергетики и всего прочего. Дело обстоит не так просто, но неважно к чему он рвется Богданов, только к одному общему знанию, к тому, чтобы было выработано интегральное знание. И это интегральное знание передано пролетариату, который тогда станет когнитариатом. И вот тогда спасется от власти технократов и прочих разных элит. Но для того, чтобы передать ему это знание, нужна контрэлита. Контрэлита служения. Так систематизируется весь коллективный опыт в объединяющей формы познания доступной психике отдельного человека. Знание общих методов заменяет знакомство с бесконечными деталями. Не специалист тогда в любой специальной области перестает чувствовать себя чуждым. Ему, конечно, многие частности и мелочи неизвестны, но все в общем для него понятно. Из каждой из этих частностей и мелочей он может легко ознакомиться, как только пожелает. Напоминаю, что Богданов первым создал теорию систем. До Бертоланфи, до всех, кто потом начал заниматься теорией систем. Тектология была первой теорией систем. Вот здесь он говорит о ней и о том, что ее надо передать пролетариату. Тектология ушла в прошлое, но метод, идея остается в будущем. Специалист же остается таким лишь в сфере деталей, в сфере методов, то есть во всей активной стороне специального опыта он уже человек. Специалист прежнего типа становится не только уродливой, но и бесполезной фигурой. Он не в силах ничего создать в своей области, потому что приемы его стереотипные, психика узкая, бедна. В лучшем случае он годится еще для собирания фактов, но и тут зачастую приносит вред вместо пользы, не умея разобраться в этих фактах, бестолку их нагромождая или даже бессознательно их искажая соответственно своей отжившей точки зрения. Когда же он вступает в область широких обобщений, то оказывается прямо реакционером. Тут он вреден, но для разбивающегося сознания уже даже не страшен. Его величественная мина вызывает только веселый смех молодой критики. На смену старому Феллистеру специалисту приходит новый тип ученого, широко образованный монистически мыслящий социально живущий. В нем выражается сознательно систематическое собирание человека. Он идет чем дальше, тем успешнее, потому что находит себе отпор в стихии на общественном процессе. Лучшим, почти идеальным воплощением этого типа был тот, кто первый дал монистическое понимание общественной жизни и развития, великий философ и боец Карл Маркс. О Марксе будем говорить отдельно. Как мы видим, Богданов не только не противостоит ему, но и восхищается. Собирание человека происходит различными путями. Я оказал для них только основные в области техники и познания. Прослеживать все производные в области политических, правовых, нравственных отношений было бы слишком долго. Важно то, что каждый новый шаг на этом пути облегчает дальнейший, увеличивая связь и взаимное понимание тех элементов человечества, которые вовлечены в процесс собирания. Соответственно, как ни труден, как ни мучителен порой этот процесс, но с каждой новой своей фазой он осуществляется все легче, скорость его возрастает. Куда же ведет эта линия развития? Превращение у человека дроби в человека целое. Что это значит? Должно ли при этом получиться возвращение к первобытному типу стихийно-целостной жизни, когда опыт каждого и опыт всех совпадали, когда человек был стереотипно повторяющимся элементом недифференцированного целого? Конечно, нет. По мере завоевания человеком природы сумма коллективного опыта возрастает до таких колоссальных размеров, что и нельзя себе представить полностью вмещающейся в каждую отдельную психику. А вот машину можно. И самый процесс собирания человека, насколько он нам известен, направлен вовсе не к такому чудовищному распуханию человеческой души, а вот в машине распухание будет происходить. Искусственный интеллект здесь пойдет другой дорогой. Дело идет о возрастающей общности основного содержания опыта, а не о бесконечных частных переживаниях, о возможности полного взаимопонимания людей, а не быть в психическом тождестве, о возможности каждого во всякое время овладеть какой угодно частью опыта других людей, а не фактическим обладанием всем этим опытом. Первобытная целостность основывалась на ограниченности жизни и ее консерватизмом. Та новая целостность, которая ведет собирание человека, должна охватить громадное богатство жизни и дать простор ее беспредельному развитию. Первая предыдущая целостность консервативная, первобытная имеет статический характер. Вторая та будущая, которая есть коммунизм, имеет характер динамический. Первая является привычную, вторая пластичную. Сущность первой составляет простота, сущность второй гармония, то есть особая уникальное сочетание разного в единстве. Вы смотрите вокруг себя. В поле вашего зрения разворачивается бесконечный мир. В ваших глазах лучи света рисуют изображения предметов. Это уменьшенные, но верные изображения. Одни предметы ближе к нам и воспринимаются с большей детальностью. Другие дальше воспринимаются лишь в общих чертах. Третий в данный момент недоступный нашему зрению. Для другого человека все отношения иные. Он видит те предметы, которых вы не видите. И наоборот, для него с мелкими подробностями выступают такие части среды, которые вам являются лишь в смутных контурах. И так далее. Словом, поле зрения у него другое, но вам стоит только подойти или приложить глазам бинокль, чтобы разглядеть любой из ближайших к нему предметов. Настолько же ясно и детально, насколько он его видит. Зрительный мир у вас обоих один и тот же. И оба вы располагаете общими методами, чтобы зрительно овладеть любой частью этого мира. Однако, если вы живете на маленьком острове, который вы не можете покинуть, или если вы не знаете употребление оптических инструментов, которым пользуются другие, то для вас зрительный мир не тот, что для других людей, и вам непонятны их описания других стран, их сообщения относительно формы и движения планет и тому подобные высказывания. Поставьте в обоих случаях вместо зрительного мира который ведет собирание человека из современной отживающей специализации. Если человек владеет выработанными общими методами познания и практики, то стоит ему подойти с этими методами к любому вопросу, к любой жизненной задаче, он разрешит этот вопрос, эту задачу, хотя они вне его кавычках специальности. А при старой специализации человек подойти не в силах, общих методов не имеется. Для разрешения частного вопроса, частной задачи надо владеть целой новой специальностью, что может потребовать всей жизни человека. Когда в опыте каждого имеется уменьшенное, но верное гармоничное отражение опыта всех, когда в переживаниях другого никто не находит ничего принципиально недоступного и непонятного, тогда специальный в кавычках труд так же мало отрывает человека от коллективной жизни, как данное поле зрения отрывает его от всего зрительного мира. Тогда жизнь может свободно расширяться во всяком данном направлении, не уродуясь, не искажаясь, не делаясь болезненно-односторонней. К этому ведет собирание человека. Человек это рожение общества. Каким же общественным отношениям соответствует новый развивающийся тип человеческой жизни? Принципиальное равенство опыта, соединенное с полным взаимным пониманием людей, может явиться лишь результатом широкого общения людей при полном равенстве их полного взаимного положения. Это условие соответствует только один тип отношений между людьми, отношения товарищеские. Отношения эти по существу враждебны всяким перегородкам между людьми, всякому подчинению сужению, всякому дроблению, не у человека. Значит, ему конкуренция претит и всякие эти рыночные деления не потому, что там кто-то кого-то жестко толкает, а потому, что не собирается это вместе. Как писал Блок «Товарищи, мы будем братья». Собирание человека и совершается в действительности именно там и постольку, где и поскольку отношения авторитаризма и специализации сменяются товарищескими. Доказывать это нет надобности. Подробно выяснять здесь не приходится. Несомненно, что взаимные товарищеские отношения и полное взаимопонимание людей означают уничтожение общественных противоречий и антагонизмах. Здесь встает вопрос о силах развития. Противники товарищеских отношений утверждают, что сами по себе эти отношения застойны именно потому, что гармоничны. Только борьба между людьми в виде войн, конкуренции, группового антагонизма, наконец, хотя бы ослабленного психологического отражения этой борьбы, соревнования, только она, по их мнению, вызывает развитие и гарантирует его непрерывность. Где есть гармония, там некуда и незачем идти дальше. Так ли это? Разве жизненная борьба прекращается с прекращением борьбы между людей? Разве стихийная природа заключает тогда мир с человеческим сознанием? Разве страдания, смерть, непознанная нашего мира и неизвестная от других отдаленных миров перестают окружать человека? Разве великий враг раскрывает ему тогда свои объятия? Борьба человека против человека это только дорогая цена, которой покупается стихийное развитие. Масса сил бесплодно растачивается на эту борьбу и только небольшая часть их ведет прямо на то, чтобы сделать человека сильнее совершения. С прекращением такой растраты сил начинается эпоха сознательного развития. Там, где опыт каждого получает новое и новое содержание из опыта всех, где из взаимного общения людей для каждого возникают новые и новые вопросы и задачи, где гармоническое объединение коллективных сил дает каждому возможность вступить в общую борьбу против стихийной природы с уверенностью в победе, там не может быть вопрос о стимулах развития. Кто считает борьбу между людьми необходимым условием их развития, тот просто обобщает свой узкий опыт, грубо перенося в прошлое, в будущее. Нередко человек, воспитанный на розге, считает невозможно без ее помощи научить детей чему-нибудь. Это та же логика. Собирание человека ведет не к застою, а к смене одного типа развития другим, дисгармоничного развития человечества разгробленного, гармоничным развитием объединенного человечества. В сущности, дробление человека никогда не было только дроблением. Оно совершалось гораздо больше путем одностороннего развития, чем путем сокращения жизни, гораздо больше путем гипертрофии одной ее стороны, чем путем атрофии других сторон. Полнота жизни при этом не унишалась и возрастала. Даже самый узкий специалист нашего времени, какой-нибудь кузнец, выковывающий одни гвозди или запаленный гносиолог, видящий жизнь только через тусклые стекла своего кабинета, даже они обладают неизмеримо большим богатством и переживанием, чем первобытный целостный человек времен давно минувших. И таково же должно оказаться различие суммы жизни для одностороннего, противоречиво развивающегося человека наших времен и суммы жизней гораздо большей для того гармоничного разностороннего существа, которое сменит этого одностороннего, противоречиво развивающегося человека. При громадном количественном различии опыта и при коренном несходстве самого типа жизни, представитель одной фазы развития человечества, не в силах даже понять представителя другой фазы, не в силах конкретно вообразить его психическую жизнь. Исследуя ее, он может только абстрактно характеризовать ее основные черты, как делаю это я по отношению к типу доисторического прошлого и к типу исторически намечающегося будущего. Тут возникает вопрос, имеет ли смысл одним и тем же словом человек обозначать существа столь разнородные? И да, и нет. Да, потому что цепь развития здесь все же непрерывна. Нет, потому что мало пользы в объединяющем понятии там, где реальные различия преобладают над сходством, где нет психической связи и единства, достаточной для взаимного понимания живых существ. Очевидно, что нет здесь вернее, чем да. Итак, что же такое человек? Ответом на этот вопрос служит вся обрисованная картина развития. Признаем ли мы человеком существу эмбрионально-простое, стихийно-чуждое развитие? Мне кажется, нет. Признаем ли мы человеком существу неполное, часть, оторванную от своего целого, дисгармонично развивающиеся? Мне кажется, что нет. Но если мы человеком признаем существо целостно-развитое, а не, первое, эмбрионально-целостное, и второе, дробное в своем развитии, то вот тогда наш вывод такой, говорит Богданов. И все пишется ради этого вывода. Человек еще не пришел, но он близко, и его силуэт явно вырисовывается на горизонте. Вот чем они жили. Вот никто не может понять жизни большевиков, жизни той коммунистической элиты, которая делала революцию, потом строила новую жизнь, если не понять этой фразы. Человек еще не пришел, но он близко, мы на пороге, и мы можем впервые обладать невероятным счастьем, по отношению к которым все эти вожделения ничто. Мы можем сделать шаг и оказаться за порогом. Представьте себе, какое это счастье. Он уже на пороге, этот человек, и нам остается одно усилие, и мы перешагнем в порог. Вот если не понять, каков масштаб этой мечты, что за нею стоит, то все остальное непонятно тоже. В этом смысле вопрос об элите и контрэлите встает очень остро. Я могу сказать даже больше, что в советской элитарности невероятно сопротивлялась моя мать, моей собственной советской элитаризации. Другом отца был, один из замминистров образования, я должен был пойти в первую английскую школу, то в ком-нибудь. Мать просто стояла насмерть, чтобы этого не было. Она очень беспокоилась по поводу того, что я окажусь в этой элитной второй физмат-школе, в которой я, будучи приглашен туда, в вечернюю школу, довольно быстро прошел их пакостную дорогу. Болтовни о том, кто гений, кто талант, кто просто способный человек. Я учился целых три месяца, они начали говорить сначала, что я способный, потом талант, потом гений. А когда они меня позвали к себе, то я имел наслаждение ответить на этот их элитный призыв очень сосредоточенной ненормативной лексикой и вернуться в свою школу. Потом, когда я уже кончил неэлитный институт, и меня угораздила, заволокла судьба в очень элитный институт океанологии, я наблюдал этих гениев, которые так и остались лаборантами и программистами, и не могли не только защититься, но даже просто научной работой. Настолько жалким была вся эта элитарность в ее данном наполнении. У меня даже есть смутное представление, что мать считала, что есть аристократия, в ней есть какие-то плюсы. Она является аристократией служения, она должна умирать. А тут еще ради того, чтобы элитный гной тем не менее не накапливался в этой аристократии, все смели, и надо теперь еще в советском варианте возникает новая элитарность. Все правильно, элитарность отвратительна, но еще отвратительнее другое. Вот вы посмотрите, что такое Горбачев. Это некое существо, взятое снизу, стремительно поднимаемое наверх какими-то потоками, и невероятно ненавидящее и презирающее все, что внизу. Ведь правильный закон жизни главы государства невероятно прост. Для него какой-нибудь простой шофер из Свердловска или, я не знаю, посудомойка из Сызрани должны быть важнее королевой английской или нидерландской. Вот когда это будет так, все встает на свои места. Вот это и есть демократия. Когда Горбачев ездил по другим странам, и все кричали ему «Горби, горби», было видно, что там для него «О, это настоящее, это да». Когда он приезжал на наши заводы, и все пытались к нему тянуться, «Михаил Сергеевич, что там с социализмом? Тьфу на вас!» А не Чоусов, да? В Китае же это не так. В Китае вполне члены политбюро ведут себя как богдыханы. Там высокомерие, ого-го теперь. Но каждый раз, когда он видит китайца, глаза теплее. В простом китайце, потому что они понимают, что без этого-то ничего нет. Нету ничего. Есть народ, связь с которым есть формула служения. Вот эта формула служения для аристократии существовала, да? Она понимала, что есть страна, что она без народа ничто. Вот тут есть какой-то, я уже говорил в другой передаче, смысл игры, есть такой, там, Столяров, который, так сказать, говорит, что новым народом стали рыцарства. Представляете? Рыцарство стали новым народом средние века. А крестьянство, и что, не было французского народа? И что-нибудь они могли без него? Я тогда процитировал, так сказать, английские стишки, что. Если бы не Йоман в зеленой куртке, не гнутая палка с гусиным пером, Рокслоба, Англию, всю до макушки, и лордов, и джентри, и все их добро. А был Йоман в зеленой куртке, и гнутая палка с гусиным пером, то есть лук со стрелой, который они этих рыцарей уничтожали. Наступает время, когда антиэлита будет отчуждаться от народа, соединяясь с новыми техническими возможностями и уничтожая и народы, и человечество. Тем важнее, чтобы контр-элита сформулировала повестку дня, при которой человечество сможет так стремительно антропологически развиваться, чтобы союз развивающихся технологий и элиты не истребил человечество. Эта задача невероятно трудна. Ее решение потребует от каждого из нас. Огромной работоспособности, дисциплины, точной, четкой, самопожертвованные работы. И здесь я говорю, не чурайтесь понятия контр-элита, потому что его не чурался Ленин. Партия авангардного типа. Что это такое? Это и есть партия контр-элиты. Когда пролетариат – это авангард народа, а партия авангард пролетариата. Что это такое? Это концепция контр-элиты. На концепции народа, простоты и всего прочего стояли народники. Для них народ в его таком клубящемся, простом состоянии был как бы самодостаточным. Они проиграли все. Уже Плеханов встал на позицию ограниченного авангардизма, объявив пролетариат авангардом народной борьбы. А Ленин объявил партию не просто авангардом пролетариата. Он сказал больше, он сказал, что если пролетариата в нужном виде нет, то мы создадим партию пролетариата, и партия создаст пролетариат. Эта мысль, кстати, не марксистская, она суперавангардистская. Но Ленин же это и сделал. Да, тогда не было слова «элита». Слово «элита» совсем уже ввел в оборот Петерим Сорокин, наш соотечественник, так сказать, эмигрировавший в Соединенные Штаты. Перед этим кто-то еще использовал это слово, в основном, конечно, в серьезно-фашистском контексте. Повторяю, элитарность, вообще особенно вульгарная и отчуждающая себя от народа, а не основанная на служении, это жуткая пакость. Но если мы теряем элиту в лучшем смысле, если контрэлита не готова служить народу и не может выправить этот вывих, то мы сталкиваемся с феноменом простоты, который хуже воровства. Мы сталкиваемся с трактористами, которых быстро затаскивают наверх, которые учатся только облизывать зады и интриговать, потом дико восхищаются элитой Запада и предают свой народ. Вот эта лжепростота, немедленно превращающаяся в высокомерие, чудовищная высокомерие, она была тонкой и губительной чертой советского общества. Когда исчезли люди духовного служения, люди великой мечты, и на их место стало вот это вот, так сказать, все рекрутируемое снизу по каналам, так сказать, весьма сомнительным, и когда оно, подымаясь наверх из грязи в князи, настало презирать до невероятности то, откуда она поднялась, а также лебезить перед Западом, вот тогда мы погибли от этой уже простоты. Ленин не был прост. Ленин был суперавангардистом. «Искра» была суперсложной газетой для своего времени. И Ленин на этом поднял народ. И на этом сумел его направить. В каждой точке, куда приезжала партия, царил дух, то есть организация, беспощадное чувство высокоорганизованной работы, организационная технология, внутренняя неумолимость. Она подавляла Махновщину. Она подавляла, так сказать, клубящуюся стихию хаоса, которая готова была погубить все на свете. Сейчас вопрос о служении и аккумуляции неких знаний, воли и страсти, необходимых для того, чтобы возглавить борьбу и стать авангардом, то есть контрэлиты, встает перед сути времени. Это вопрос огромной значимости. Он намного важнее всех текущих политических вопросов. Да или нет? Перешагнет ли организация через этот барьер? Рука протянутая. Мы готовы передать все. Но при подобных передачах есть место любви, состраданию и помощи. Но нет места цацканью, нет места потаканию, нет места как бы услужливым реверансам перед фоноберией, которые заявляют о какой-то там простоте в момент, когда страну погубила сложность и когда страну новая сложность, зловещая западная, готовится добить. Этой псевдопростате, очень напоминающей Горбачевские гекния и все остальное, будет дан отпор и ей, и рафинированной антинародной элитарности в одно и то же время во имя настоящего авангардизма, во имя контр-элиты, которая, аккумулировав волю, страсть и знания, передаст это народу и поможет человечеству перешагнуть через тот порог, за которым подлинное человеческое бытие, высокая антропологическая революция и возможность спасти человечество,